Вуфер 4L сейчас главная проблема мира это скукоживание и даже лишение прав людей в связи с надуманной проблемой по вирусу. Никакой пандемии близко нет, а строгие ограничения почти повсеместно. Нет, ну пандемия есть, это действительно особый тип вируса, что там говорится, грипп, грипп с особенностями. Испуг колоссальный был, конечно, и реакция вот этой, мировая реакция, это реакция, так сказать, на испуг, тем более, что кроме испуга было еще очень прагматичное желание повысить роль государства. У меня на ютюбе ролики до сих пор идут с этой рекламой смерти от ковида, ужасный ролик, там человек дышит в этот аппарат искусственной вентиляции легких, но очень странно. Ну, не только ковид, еще и зеленая энергетика и глобал ворминг, потепление, это все явления одного порядка. В них очень много общего. Но главный элемент – это повышение роли государства, это увеличение налогов, это увеличение управляемости обществом. И, как оказалось, это выгодно и в одинаковой степени, и демократическим государствам Соединенные Штаты. Приказ оставаться дома, приказ не ходить на пляж, приказ не работать, приказ закрыть бизнесы, закрыть рестораны. И в авторитарных обществах, ну как, люди умирают, значит, QR-коды там, ну и так далее. Вот, всем очень выгодно и глобальное потепление, и новая энергетика, голубая. И современный взгляд на права человека, вот эта вот новая теория. Мне тут кто-то даже задал вопрос, сейчас я на него отвечу по поводу, не вижу вопроса, критическо-расовой теории. Там я ее не буду пересказывать, критическо-расовая теория, выводы, там важны выводы, что в Соединенных Штатах действительно главная проблема – это системный расизм, и это белое превосходство, white supremacy. Вот, это выводы, и что там эта теория очень похожа на классовую теорию, такая некая модель в классовой теории, ну в марксизме, это все определяется взаимоотношениями, ну упрощенно, конечно говоря, между классами. И здесь тоже социальными проблемами. Расизм – это социальные проблемы, это результат социальных проблем. И вот это вот белое превосходство. Повышение степени управляемости людьми, повышение роли государства. Вот. Слишком много общего у всех этих, казалось бы, разных проблем, независимых друг от друга. Плюс, ну просто левая идея – социализм. Ну, тут сейчас этот Акасия Картес, она собирается строить коммунизм, по-моему, в Соединенных Штатах. Ну, ее там сдерживают, но эта цель заявлена, это проблема.